Добрый день, друзья! Предметом сегодняшнего обзора будет модель DALI ZENSOR 1 AX. DALI ZENSOR 1 это двухполосная активная акустическая система. Давайте посмотрим, что скрывается под грилем, на котором есть логотип DALI тканевый, выполнен из, трудно сказать, какого материала, и обтянут акустически прозрачной тканью. Под ней мы видим два излучателя, низкочастотный, с характерным для DALI, цветом диффузора, очевидно, и материалом. Довольно мягенький, как для таких малышей, и тканевый купол низкочастотного динамика. На задней стороне рассмотрим отдельные на картинке тоже, и здесь есть разъем для подключения сетевого кабеля, AUXIN, то есть аналоговый вход, выполнен именно 3,5-мм миниджеком, выходный сабвуфер, выполнен разъемом RCA, оптический вход, TOS LINK имеет место здесь, DALI ZENSOR 1 AX, включатель питания, предохранитель, и клеммы для подключения второй колонки, назовем ее пассивной, собственно, так оно и есть. Из управления здесь оно кнопочное, скажем так, больше-меньший уровень, также Bluetooth управляется здесь этими кнопками, и выбор источника сигнала. Источников сигнала может быть несколько, как мы уже говорили, это Bluetooth, оптика и аналог. И, разумеется, порт фазоинвертора выведен назад. Также здесь, к моему удивлению, есть крепление для настенной установки этой системы, хотя непонятно как, эти клеммы же явно будут мешать при этом. Но, тем не менее, сама панель несколько утоплена на полтора-два миллиметра. Вот вы можете на нее посмотреть. Выполнена очень аккуратно, чувствуется порода, фирменный стиль DALI. Посмотрите на динамике, пожалуйста. Динамики DALI, это отдельная песня, я бы так сказал. Мне лично очень нравится. Ну и здесь, конечно, датчик. Инфракрасный датчик пульта дистанционного управления, который лежит вот здесь. Вы можете посмотреть, что он может делать. Он может выбирать источник сигнала и управлять громкостью, включать питание и мутировать временно, отключая звук. Обычная стандартная функция. Перейдем к пассивной колонке. Пассивная колонка. Пассивная колонка перед вами, под грилем. То же, что и в активной колонке, понятно. Здесь я уже подключил акустическим кабелем для демонстрации вам же. Ну, понятно, что активной части усилительной здесь нет. Это коммутационный, поэтому только терминалы без биомпинга, би-вайлинга, естественно. Потому что мы говорим о комплекте, коробочном комплекте акустических систем. Здесь также есть крепление для настенной установки этой колоночки. Тоже очень красиво и динамики. Вы можете заметить, что это глянцевое покрытие, рояльный лак. А вот с каждой стороны здесь покрытие матовое под дерево, фактурное такое. Тоже очень красиво, кстати. Итак, Dali Sensor 1 AX представляет собой активную версию обкатанной и популярной Dali Sensor 1. Вот вы видите комментарии производителя на эту тему и награды, которую модель успела покорить. Из достоинств отмечается 50-ваттный усилитель в классе D, удачный набор входных интерфейсов, фирменные диффузоры Dali из смеси бумажной пульпы и древесных волокон и сверхлегкий купленный твиттер, который закрывает вопрос сверху. У меня иногда спрашивают, как вам та или иная модель или технология Dali или других столь же мощных брендов. Друзья мои, что я могу сказать? Где я, а где Dali? Они закрывают вопрос, в данном случае с твиттерами. Обсуждениям нет места и смысла тоже в них нет. Я не поддерживаю такие разговоры, типа не нравится мне что-то закон Ньютона, или правила Буравчика, или твиттеры Dali, или ленточники Фаунтек. Вы поняли о чем я. Ладно, дальше идет маркетинговое описание, которое вы в самом деле можете прочесть сами. Тут только появляется информация, что оказывается есть оптический вход, а Bluetooth IPTX и есть выход для подключения сабвуфера. То есть Dali дает вам возможность исказить смысл авторской задумки резонатора и навалить доскачу. Как это по-русски? Сколько душа пожелает басов сообразно вашему вкусу, культурному уровню и воспитанию. Мда, как страшно жить. На картинке парень что-то паяет. Ай молодец. На вкладке усилитель мы узнаем, что первичным интерфейсом является оптика, то есть остальные входы будут иметь лишнее преобразование. Не скажу, что это плохо, но морально давят, конечно. Вот еще фраза мне нравится. Dali придерживается философии минимального вмешательства в аудиосигнал, поэтому CSP не применяется никакой эквализации. Это по-нашему, по-бружински. Twitter понятно. Вуфер 5,25 дюйма, оснащен четырехслойными звуковыми катушками. Очень хорошо. Корпус на станке ЧПУ, ВУГУ. И параметры. Частотный диапазон в окне плюс-минус 3 дБ от 53 Гц до 26500. Максимальное звуковое давление 104 дБ. Частота кроссовера 2900 Гц. Максимальное разрешение цифрового сигнала 24 бита 96 кГц. В описании вроде 176 кГц было, но ладно. Максимальная потребляемая мощность 160 Вт, что для класса D как бы и чрезмерно. Standby Power Consumption меньше полватта, это грин дела требует. Вес 4,6 кг. Универсальное напряжение питания 120-40 В. Обратите внимание, что блок питания там импульсный. Вот такая квазимультимедиа, но которая от компьютерных колонок отделяет пропастеров с крокодилами. Ибо это Дали. Выпускается в цветах черный пепел, светлый орех и белый. Ну и в конце я хочу показать вам импеданцию этой акустической системы для понимания настройки резонатора. Как глубоко, как ярко выраженно он настроил. Для этого я сейчас запущу измерительную программу и вам это покажу. Ну, красота какая. Значит, настройка резонатора около 55 Гц, при этом 5,33 Ом сопротивления. Также такое же примерно сопротивление выше 200 Гц некоторых Ом на рост сопротивления 13-14 Ом на 1200 Гц. И далее вверху очень хорошо сглажены. Я думаю, там корректирующие какие-то цепочки есть. Так или иначе, импеданс вообще без просадок. Очень корректный. Можно сказать, колонка является хорошо сбалансированным устройством. Ну что ж, давайте послушаем, как звучат эти колонки в этом подготовленном гостеприимном помещении, где все создано для того, чтобы можно было комфортно прослушать музыку без порхающего эхо, без лишних переотражений, глухих мест, особо ярко выраженных комнатных стояков. Я поставил по микрофону напротив каждой колоночки, на таком расстоянии, что влияние комнаты еще не сильно сказывалось на звучании, но можно было получить впечатление об аромате звучания этих колонок. Я включу свой обычный набор треков, который я использую всегда, для того, чтобы можно было потом сравнить звучание этих колоночек, активных полочников, которые, в принципе, находятся в диапазоне мультимедии с другими моделями. Поехали! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА